Наше здоровье во многом зависит от состояния иммунной системы. Именно она вырабатывает средства защиты, необходимые для эффективного противостояния многим болезням. Иммунитет бывает врожденным и приобретенным, поэтому люди от природы, получившие слабый механизм защиты своего организма с помощью определенных средств и методик могут заметно укрепить его. Иммунитет – это огромный комплекс специфических механизмов защиты. Его основная цель – нейтрализовать либо минимизировать воздействие негативных внешних факторов, попадающих в организм из окружающей среды – из воздуха, воды, вместе с продуктами питания и тому подобное. На состояние иммунной системы влияет огромный ряд факторов. Это зависит от режима сна, образа жизни и физической активности, качества питания и питьевой воды, экологической обстановки в районе постоянного проживания и тому подобное. Пересмотрите свой распорядок дня. Цель – наладить сон, сохранить высокую работоспособность и улучшить самочувствие. Попробуйте подстроиться под световой режим дня, отправляясь спать чуть раньше обычного. Проанализируйте, что и когда вы едите. Большая часть полезных веществ должна поступать в организм вместе с пищей, а не в виде капсул и биодобавок. Покупайте овощи и фрукты по сезону. В осенне-зимний период используйте свежие или замороженные ягоды. Это настоящий кладезь витаминов. Можно пить травяные чаи, отвар шиповника, свежевыжатые соки и смузи. Диетологи рекомендуют гречаный мед, он укрепляет иммунитет гораздо лучше других сортов. Не забывайте про орехи и сухофрукты, а также про цельно зерновой хлеб и каши. Попробуйте есть небольшими порциями 4-5 раз в течение дня. Тогда организм перестанет испытывать стресс в ожидании очередной порции пищи и начнет работать более стабильно. Сократите употребление рафинированных сахаров, консервов, а также продуктов, прошедших сложную технологическую обработку. Используйте запекание и варку. Вода – это жизнь. В холодное время года хочется согреться чаем или кофе, но не стоит забывать про обычную чистую воду. Она необходима для растворения и выведения токсинов, а также для нормальной жизнедеятельности клеток. Следите за работой желудка и кишечника. Для поддержания баланса важно регулярно употреблять в пищу пребиотики и пробиотики. Они продаются в аптеках в составе специальных комплексов, а также содержатся в самых простых продуктах – квашеной капусте, чесноке, яблоках, бобовых, в соленых огурцах, бочковых, в моцарелле. Контролируйте уровень нагрузок. Одно из самых важных условий, как повысить иммунитет взрослому в домашних условиях – постарайтесь любыми силами избегать физического переутомления, нервных срывов и стрессов. Если чувствуете, что сильно устали, устраивайте себе дни отдыха. Также желательно проводить 30-40 минут в день на свежем воздухе.